Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! И рассмотрим с вами сегодня задание из учебника Алгебра 7 класс, автора Мерзляк Полонский и Кир, под номером 30. Нас просят раскрыть скобки и привести подобные слагаемые. Вспоминаем правило, как раскрывать скобки. Что значит раскрыть скобки? Это значит, как записать наше выражение так, чтобы скобок не было. Если перед скобками стоит знак минус, то при раскрытии скобок надо опустить этот знак, то есть мы его не пишем. А все знаки, стоящие перед слагаемыми в скобках, изменить на противоположные. Если перед скобками стоит знак плюс, то при раскрытии скобок надо опустить этот знак, а все знаки, стоящие перед слагаемыми в скобках, оставить без изменений. Все бы хорошо, если бы не одно но. Есть знаки, которые... Они... их можно ставить, их можно не ставить. Их можно писать, можно не писать. Итак, смотрим по цифре 1. Какие здесь знаки не записаны, но их можно поставить. Во-первых, перед скобками можно поставить перед первыми знак плюс. Во-вторых, в скобках перед х ничего не стоит. Можно поставить знак плюс. То есть плюс х плюс 3,2. Далее, во-вторых, в скобках перед х ничего не стоит. Можно поставить знак плюс. От этого ничего не изменится. И вот теперь мы воспользуемся правилом. Перед первыми скобками стоит знак плюс. Его мы не пишем, скобки не пишем. Все знаки, которые были в скобках, оставляем без изменений. Ну и первый знак плюс перед х можно не писать. Тогда это будет просто х плюс 3,2. То есть мы просто опустили скобки. То есть мы их просто не пишем и ничего не меняем. А вот перед вторыми скобками стоит знак минус. Мы его не пишем, скобки больше не пишем. Но знаки, которые были в скобках, мы их меняем на противоположные. То есть перед х знак плюс мы пишем минус х. Перед 4,5 знак плюс мы пишем минус 4,5. И вот теперь мы можем приводить подобные слагаемые. Слагаемые называются подобными. Есть у них одинаковая буквенная часть. Итак, подобными являются х и минус х. Ну и теперь от х отнять х. И уменьшаемые и вычитаемые равны, значит разность равна нулю. Или говорят, что они взаимно уничтожаются. Ну а теперь от 3,2 нужно отнять 4,5. Сравним модули. У отрицательного числа, это число, перед которым стоит знак минус, модуль больше. Поэтому результат будет отрицательный. Ставим знак минус. А теперь из большего модуля вычитаем меньший. От 4,5 отнимаем 3,2. Получаем 1,3. Итак, привели подобные слагаемые, раскрыли скобки и получили минус 1,3. Перепишем условие по цифре 2. И опять же мы давайте с вами посмотрим, что не написано, но можно написать. Ну, во-первых, между 1,4 и скобками стоит действие умножения, которое можно не писать. Дальше. Перед а ничего не стоит. Можно поставить знак плюс. Тогда будет плюс а. Дальше. Во вторых скобках перед 6 ничего не стоит. Можно поставить знак плюс. Тогда будет плюс 6 минус 2а. Ну и теперь раскрываем скобки. В первой скобке мы умножаем 1,4 на уменьшаемое и на вычитаемое. А во втором случае мы открываем скобки, перед которыми стоит знак минус. 1,4 умножаем на а. Получаем 1,4а. Между числовым и буквенным множителем стоит действие умножения, которое можно не писать. Теперь 1,4 умножаем на минус 2. Произведение чисел с разными знаками результат отрицательный. А теперь перемножаем модули. 1,4 умножаем на 2. Получаем 2,8. Теперь открываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Минус этот мы писать не будем. Скобки писать не будем. А знаки, которые в скобках, поменяем на противоположные. Перед 6 стоит знак плюс. Мы поставим минус. Будет минус 6. Перед 2а стоит знак минус. Мы его поменяем на плюс. Будет плюс 2а. Ну, теперь приводим подобные слагаемые. Подобными у нас являются 1,4а и плюс 2а. И минус 2,8 и минус 6. Итак, 1,4а плюс 2а. Модули, числовые множители складываем. К 1,4 прибавляем 2. Получаем 3,4. И дописываем буквенный общий множитель а. Минус 2,8 и минус 6. Сумма отрицательных чисел. Результат отрицательный. Ставим знак минус. А теперь складываем модули. К 2,8 прибавляем 6. Получаем 8,8. Все, мы справились с вами с заданием. Для тех, кто не может вспомнить правила, при приведении подобных слагаемых, руководствуйтесь, пожалуйста, тогда таким, что забрали 2,8, потом забрали 6. Всего должны, раз должны, ставим знак минус, сколько должны всего? 8,8. На этом все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы из предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео.